Доброе утро! 4 октября на связи. Четверг. У меня сейчас в 10 часов будет завтрак с партнерами, поэтому я бегу сейчас на старую квартиру, чтобы переодеться, потому что здесь у меня еще нет нормальной одежды. Ох, что-то у меня лицо такое белое получилось. В общем, вот, посмотрим, что будет предлагать. Насколько объяснили, у меня будет еще презентация нового номера журнала, с которым мы сотрудничаем. Вот, будем смотреть, продолжать сотрудничество дальше или нет. В общем, посмотрим. Ну вот, что получилось. Я делаю кажанку, делаю белую блузку. Я также в джинсах осталась. Не захотела одевать платье. Ладно, поехали. Ехать буквально здесь 2 минуты, но мы уже много опаздываем. Время как бы без 3 минут. Как раз есть 3 минутки доехать. Полетели. В общем, по поводу завтрака, который был в кафе. Завтрак для партнеров и заодно презентация нового номера журнала. У меня так сич, что у меня солнце не светило. В общем, в принципе, мне все понравилось. Начало было такое скомканное, потому что в таком формате проводилось мероприятие первый раз. Ну и сами организаторы, кто это все сделал, конечно, они тоже сначала так смущались, не знали, с чего начать. Хотя у них был и план, и все. Не знали, как, в общем, начать, чтобы все было красиво и хорошо. Ну а потом, в принципе, все перезнакомились, все представились, кто есть кто. Мы посмотрели несколько видеороликов со съемок. Очень интересные, очень крутые ролики. Безумно мне понравилось. Особенно, конечно же, те проекты, в которых мы принимали участие. И в итоге все закончилось тем, что выступала одна девушка, тоже одна из партнеров, которая, я так поняла, работает в консалтинговом агентстве или в маркетинговом. В общем, их компания помогает правильно построить бизнес. В том плане, что это отношение к клиенту, отношение между сотрудниками. Их цель и задача, что они должны выполнять, какая должна быть зарплата, как это все рассчитывать, что учитывать. Ну и, в общем, все в этом роде. На самом деле, очень полезная информация. Надеюсь, она мне тоже пригодится. Я прям вот загорелась работать дальше, так сказать. Хочется теперь расширяться, закупаться, продавать. Ну вот серьезно, загорелась. Поэтому, что приеду домой, если время у меня будет, я обязательно сейчас что-нибудь посижу, попишу, поищу. Ну, конечно же, мой бизнес такой единичный в том плане, что я работаю одна, одна за всех. Я там и директор, и управляющий, и продавец, и уборщица. Все в одном лице, потому что у нас, у меня нет никаких наемных работников. Я совершенно одна. Ну, не считая посредников, то есть те люди, которые проводят невещи, в логистической компании, то это мой муж. На них я ничего не могу тоже повлиять, никак мне так все устраивает. А так вообще было круто. Вот я кусочек засняла. Это начало, мы только расселись. Стояли столы по округам. Посередине примерно висел экран. На нем были все ролики, презентации показывались. Ну, и само место, в котором мы находились, это кафе Сканди. Ну, очень такое приятное заведение. Мы были там не раз, были на открытии, мы тоже с ними сотрудничаем. Как я уже говорила, мой муж с ними сотрудничает, он привозил мебель, оборудование и так далее. Ну, приятное такое место, уютное. Покормили, попоили. В общем, мне все понравилось, честно говоря. Думала, будет хуже. Вот, ладно, поехали домой, а то я тут заболталась. Время уже без 15-ти час. Нужно работать, надо будет скоро собираться. В 4 часа выезжаю на работу. Она называется, я заехала в НЛ. Полный багажник, пакетиков, всяких-всяких разных. Будем девочкам в Китай отправлять. Ой, господи, просто огромное количество заказов. Вижу такую интересную картину. Тут два мальчика, у нас за коляской не видно, маленькая крошечная девочка. Мне не понятно, только это ее коляска или чья, или она игручная. О, вроде, не, коляска настоящая. Смешные такие. Еще еле дотащила сейчас за один раз все эти пакеты. В камере кажется, что их так мало, но, на самом деле, они очень тяжелые. Не очень удобно их брать. Сейчас пойду все взвешиваю, всем рассчитаю. Попью чайку, так, проверю. Ну, вот мой муж не заправил кровать. Как всегда. Диван с собой не поправил. Что за дела? Так. Ну, кстати, на балконе сегодня белье высохнет. Я думаю, потому что тепло. Сегодня очень тепло. Я просто готова гулять пешком-пешком, прям везде. Так, хотелось погулять. Ну, к сожалению, я на машине. Так, и посуду он не помыл. И хлеб нарезанный оставил, чтобы он засыхал. Что за ребенок у меня, а не мужа? Дома находился почти полдня. Ну, часов до 10, до 11, ничего не сделал. Привет, свинки. Фу, воняет от вас, как раз. Надо вас почистить. Привет, привет. Сейчас я снимаю. Здравствуйте. Ты мой челкастик. Что, Дени? Дени, иди сюда, тебя не видно из-за клетки. Что? Зо-ка. И ты, хорошая. Почему-то на вас все время вспышка сама срабатывает. И подсветивает у вас морды вот такие. Вас папочка покормил? А? Покормил? О, мои зайки. Мои зайки такие. Хорошо себе вели. Такие мягенькие. Не пущу вас пока гулять по квартире. Вы опять сейчас все сожириваете. Потом разберу все и выпущу. Ладно, все. Пойдемте разбирать пакет. Все, я наконец-то все разобрала. Все посчитала. Всем выписала счет. Вот. Ну, конечно же, себе тоже купила одну штучку. Вот такую решила попробовать. Сейчас покажу поближе. Итак, смотрим. Это... Что это? Натуральное жидкое средство для стирки. Ой, оно тут вот уже обязательно взболтает. Смотрите. Оп. Оно наливается в крышечку. Так. Ну, чего тут? Особенно там основа мыльные орехи. Мыльный корень. Сахарный пал. Ну, в общем, я не знаю. Попробую. Узяла просто. У меня на счету были денежки. Там 500 рублей. Я решила завязывать с этой фигней. Ну, не мое это. Вот. Ну, я просто решила, чтобы деньги на счету просто так не пропадали. А там обновление по первым числам каждого месяца. И то есть, если деньги есть на счету, я так поняла, они как-то... Не знаю. То ли сгорают, то ли что. Потому что я вообще не активировалась в этом месяце. Я решила, в общем, их снять, потратить. И вот доплатила там 140 рублей, если не ошибаюсь. И купила вот эту штуку. Вроде полезные. Жидкое средство для стирки. Да. Все. Хотела взять для дома. Ну, взяла для стирки. Так. Обошлось оно мне вот. 790 рублей. Увесистая достаточно большое. Может, с стадиком даже сравнивают. Ну, прям такое. Сколько тут в нем? Литр, полтора, наверное. Написано 37 стирок. 75 стирок. Ага. Не вижу объем. Объем, объем. А, вот. Полтора литра. Ну и отлично. Может быть, надолго хватит. Почитаю, как он пользовался. Сейчас еще хотела его понюхать. Ладно, сейчас открою. А, не открыла. Что-то непонятно. Как бы есть приятный аромат, но за ним следом раскрывается неприятный аромат. Цитрус. Однозначно цитруса. Утерпеть не могу цитрусы. Ладно. А, вот тут, кстати, вот. А, вот же написано все. Федное масло мандариной. Вот же он нарисован. Я просто не поняла, что это такое. Блин. Ну ладно. Что уж делать? Будем стирать. Правда, цитрусы. Аромат цитрусовый не люблю. Сок цитрусовый не люблю. В свежем виде не все цитрусы люблю. Такие избранные. Ну, бывает ем, бывает не ем. Ну, не прям что в восторге. И, кстати, у меня там в холодильнике лежит помыло. Надо ее тоже почистить. Но ее я люблю. Ну, вот чистить только не люблю. Ладно, пойду сейчас включу компьютер, немного поработаю. Мне там еще мама работы подкинула. Нужно перепечатать один документ. Он отсканированный. Там есть какие-то страницы отсканированы, какие-то PDF. В общем, нужно просто отсканированные страницы перепечатать в Word. PDF тоже там скопировать. И сделать вообще просто Word документ из всего файла. Там 50 лишних страниц. Пойду начну делать. Это я уже обещала, обещала. Пора бы уже начать. Слездачи клубнику, которая у нас там росла в этой чашке. Эту клубнику семена, точнее, ее мы купили в Китае. Вообще на рыбке за 1 или 2 юаня. Ну, вообще за копейки. Решили попробовать, и она выросла вот так. Более-менее полноценно только сейчас. Посадили мы ее где-то в июне. Ну, конечно, поздновато. В общем, вот, выросла. Достаточно такая большая. Ну, будем растить дальше. Сейчас пока на балкон вынесу. Пока солнышко, пока тепло. Ну, а потом занесу уже, как похолодает. Работала я немножко за компьютером. Набрала 6 страничек. Вот, и позвонил мне Женя. Он сейчас на даче с папой. Они там участок перекапывают, вспахивают. К новому сезону. Нет, в зиму вспахивают. Чтобы потом в новом сезоне было проще. Вот, позвонил, говорит, привези нам покушать. Наехать надо за город. Я сама еще толком не ела. Кроме этого завтрака этого, что я там, две кружки чая выпила и один бутерброд съела. И все. Думаю, что же им приготовить-то так, чтобы было быстро, чтобы им привезти можно было. В общем, насобирала тут в холодильник. Сейчас покажу эти три кокетчика. Здесь у меня картошка по-французски, которая осталась еще со вчерашнего дня. Или с того, что вчерашнего мы готовили на новоселье. Здесь у меня хлеб и огурчики с помидорками. Я их посолила, поперчила. Они там лежат. И в этой нитке компот. Компот из шифровника с сахаром. Ну, может быть, сейчас по пути еще что куплю. Потому что сама хочу ездить. Думаю, заеду в магазин. Может, не буду заезжать. Все, я поехала кормить своих пацанов. Идемте. Я еще положила им по банану на десерт, так сказать. И так как я сама хочу кушать, я сейчас сделаю себе Энелокский смарт-коктейль быстрый. Еще пока не знаю, правда, какой. Так, у меня здесь шоколад, дыня. Дыня, нет, дыню не хочу. Не люблю. Так, очень хорошо сделаю себе обычный шоколадный. Мне нравится. Единственное, что более-менее всех вкусов. Кстати, чайник обалденный. Вообще, ни капельки. Мы еще не пожалели, что мы его купили. Очень удобный. Ну, управляется с телефона в том числе. Но я еще ни разу не пробовала. У меня Женя управлял. Говорит, очень круто, домой подъезжаешь. Главное, что в чайнике была вода заранее налита. Включил, зашел и уже готов чай. Все, сейчас встряхну. Здесь все. На вещь в порядке навести. Там какая свалка чистой посуды. Тут и вот это вот. Это шиповник я из компота вытащила. Так, как бы тарелка, ситечка. Это его или выкинуть, или заварить повторно. Наверное, уже выкину. Ладно, все, побежали. Я приехала. Вормить всех. Так, где они тут что-то спахали? Что-то я не поняла. А, ну вот, да. Ладно, мы работали, работали. Мы вывезли ветки, всякий мусор. А, сейчас придут. Дам еды, пока она еще не остыла. Они сейчас на втором участке, с первого видимо уже все вывезли. Погода теплая, но ветерок. Ветерок тоже теплый, но он есть, тем не менее. Сейчас покажу. Они там забор вскрыли в конце участка. Его там, по идее, не должно быть. Деревья загружают. Сейчас обойду участок. А, ну да, вот здесь видно, что пропахло, но вот там почему-то нет. Грузят ветки, мусор, все, что накопилось, все, что они спиливали. Здесь прям видно, что вспахали все. А может они там еще не вспахали? Это странно. Цветочки закрываются. Сейчас я их покормлю, посижу и уже поеду на работу в микрорайон. Детей учить. Там все что-то делают, пилят. Там на сегодняшнем участке тоже слышно, что пилят. Это вот сейчас так, ну, такой полузаброшенный. Вот здесь вроде есть хозяева, но они как-то ничего здесь особо не делают. Вот. Поэтому он такой не очень красивый, не огороженный. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас ветер какой... Поэтому едем в бар 7 часов начала, уже пол седьмого, если не больше даже. Будем кушать и играть в интеллектуальные игры. Команда вроде как у нас сегодня... Ну, достаточно большая, человека 4-5... И едем играть. Ехала, машину прям поставила подальше. Вот, и иду теперь пешком, потому что здесь машину не поставишь. Сегодня по 12-й, нам чуть-чуть не хватило до 12-го, чтобы получить суперприз. Ну, ничего. Все, игра закончилась. У меня Женя осталась еще немножко в баре. Я решила поехать домой, потому что тут уже как-то устала после работы. Вот, машина что-то тупит. Сейчас расскажу всем. Открылась. Итак, чтобы рассказать. В общем, кто знает суть этой игры. Хотя я уже не первый раз показываю ее во влоге. Игра состоит из 7 раундов. Первый блок 3 раунда. Потом перерыв и подведение итога за 3 раунда. Затем еще 3 раунда. Снова перерыв. Подведение итога за 6 в итоге раунда. И после последнего 7-го тоже общее подведение итогов. После... Ой, холодно. После 3-го раунда мы были на 3-м месте. На 3-м мы очень обрадовались. Как-то все легко пошло изначально. Команд было 24, если я не ошибаюсь. Или 22. Ну, больше 20. Я не помню точно, конечно. Возможно, даже и 27 я не что-то упустила эту цифру. Вот. После 6-го раунда были мы 14-е. И вот нам нужно было занять... Хотелось бы 13-е место. Там дают спецприз. Ну, вообще-то алкоголь дают. Конечно, меня это не интересует. Но мальчикам было бы приятно. Они прям хотели очень. Вот. И в итоге после 7-го раунда мы занимаем 12-е место. И с 13-го пролетаем. Вот. Перестарались немножко. Но все равно игра, в принципе, нормальная. Я сегодня, правда, тоже опять не активничала, как и в прошлую игру. Как-то... Вся команда была сегодня мужская. Меня это не особо, конечно. Ну, в общем, скучно мне было. Сидела, не пила. Ну, у меня безалкогольное пиво было, потому что я за рулем покушала только. Вот. И в итоге Женя сказал, что он еще останется там немножко посидит. Ну, и пусть. Я поехала домой. Мне не жалко. Пусть сидит дальше. Пока с вами был тайм. Машина уже почти прогрелась. Отдохнем. Может, наоборот, поработаем. Мы посмотрим. Ладно. Буду с вами прощаться, наверное. Так что всем спокойной ночи. И пока-пока.